С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публиковать серию видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы расскажем вам об очень интересной бинарной звездной системе, которую астрономы совсем недавно записали в наиболее вероятные ближайшие кандидаты в нашей галактике на взрыв сверхновой с мощным сопутствующим гамма-всплеском. Не знаю, чем руководствовались ученые в этом случае и почему они выделили именно эту систему в данном направлении, но соответствующие публикации в этом появились в Nature и Nature Astronomy 16 ноября 2018 года. Рейс сегодня пойдет о бинарной звезде 2xMMG160050-514245, названной АПОПом. Звезда была обнаружена при помощи Европейской космической рентгеновской обсерватории XMM Newton 10 августа 2004 года, после чего постоянно изучалась и наблюдалась. Своё название АПОП или АПЭП звезда получила в честь древнеегипетского мифического огромного змея, олицетворявшего мрак, зло и хаос, извечного врага бога Солнца Ра. Из приведенных ниже характеристик этой звездной системы, наперед заключим, что название было выбрано, что говорится, в точку. АПОП удален от Земли в направлении южного созвездия Наугольник примерно на 8000 световых лет. Естественно, увидеть эту звезду невозможно ни в любительский телескоп, ни в какой-либо другой оптический, поскольку она скрыта от наблюдения толщей газополевых облаков диска нашей галактики и детектируема только лишь при помощи рентгеновских и радиоинструментов. Её прямое восхождение составляет 60 часов 0 минут между 50 и 51 секундами при южном склонении в 51 градус 42 минуты и 45 секунд. Система АПОПа состоит из двух звезд Вольфа-Рае. Они отстоят друг от друга примерно на 1700 астрономических единиц и имеют общий орбитальный период около 100 лет. Главная компонента представляет собой голубой горячий сверхгигант типа Вольфа-Рае углеродной последовательности спектрального класса WC7. Его массу точно определить не могут, поэтому и предполагают на этот счёт в достаточно широком пределе от 50 до 100 масс Солнца при радиусе от 10 до 35 радиусов нашего центрального светила. Светимость главной компоненты АПОПа может составлять миллионы солнечных светимостей, однако значительная часть излучаемой мощности приходится на ультрафиолет, гамма и инфракрасное излучение. Согласно существующих моделей, температура на поверхности этого светила может оцениваться около 40-50 тысяч Кельвинов. Второстепенная компонента менее ярче и массивнее своего главного компаньона. Как считают астрономы, по всем параметрам она уступает своему главному собрату примерно в два раза. Это также звезда типа Вольфа-Рае, однако имеет азотную последовательность и спектральный класс WN5 или WC6. Отметим, что подобное сочетание звезд в системе довольно редко. Обычно звезды Вольфа-Рае имеют в качестве компаньонов горячие сверхгиганты спектрального класса О, однако в данном случае наблюдается очень интересное соседство двух звезд Вольфа-Рае, да еще различных последовательностей. Команда астрономов из Нидерландского института радиоастрономии Астрон, возглавляемая Джосефом Каллинхеном, изучала систему ОПОП период с 2016 по 2018 год. За это время были получены снимки и составлены модели выбросов вещества из главной компоненты, которые имеют очень интересную спиральную системность, формируя околозвездную туманность. Предварительные данные говорят о том, что звезда теряет в выбросах и мощном звездном ветре в примерно одну солнечную массу за 500-700 лет. Противостояние Ра и ОПОПов, по мнению Каллинхема, является подходящей аллюзией на появление данной двойной системы и порождаемых ею выбросов из звездного ветра, которые неумолимо уносят в космос вещество со скоростью около 3400 км в секунду. Действительно, на графической симуляции этих процессов звезда как бы осаждается кольцами извивающегося дракона. Как видим, название ОПОП присвоено системе командой Каллинхема вовсе не случайно. Именно команда Каллинхема и опубликовала результаты своей работы по ОПОПу, определив эту звездную систему как ближайшего кандидата на взрыв сверхновой в нашей галактике. Нам трудно судить об объективности данных предположений, хотя скажем, что обе звезды в этом интересном бинарнике уже наверняка находятся на финальной стадии своей эволюции. Модели похожих звезд дают основание судить о том, что возраст обеих светил может превышать даже 2 миллиона лет, а это говорит о том, что детонация одного из них, как сверхновой, уже не за горами. Взрыв, вероятно, будет сопровождаться мощным гамма-всплеском. Даже если полюса взорвавшейся звезды и будут ориентированы в сторону Земли, рискнем предположить, что урон для нашей планеты будет минимальным, поскольку нас разделяют не только 8 тысяч световых лет, но и массивные газополевые облака галактического центра. А поэтому остаемся оптимистами. Канал VideoNews благодарит вас всех за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, комментируйте увиденное. Ну и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok